Всем привет! Это канал КВРОВЕР, меня зовут Влад. Я, как обычно, на платформе Кунцевская. И, наверное, это уже шестой день, не подряд, но шестой по частям. Шестая часть нашего с вами путешествия из Москвы в Можайск пешком. Здесь продолжается строительство, шумно. Так, обычно пользуюсь зумом для съемки вот таких вот дальнобойных видео. Это я смотрю, кстати, против нашего движения, откуда приедет моя электричка. Но это, по-моему, я в свой экран плохо вижу, по-моему, это Аэр-экспресс едет. А поедем мы сейчас до Голицына. В прошлый раз мы там закончили, было не очень удачно. Я не смог найти тропинку, буду искать сегодня с другой стороны железной дороги. Южнее чуть-чуть. Нет, не Аэр-экспресс, это Иволга. МЦД-шная. Ну, я плохо вижу свой маленький экранчик на Солнце. Иволга, первой версии. Я в Голицына. И я приехал на Звенигородской электричке. В прошлой части я рассказывал и показывал. Однопутку, которая уходит направо, севернее. Топюховая ветка на Звенигород. Это кроме основного хода в сторону Смоленска. Вот мы сейчас увидим, как она туда уйдет. А, нет, отсюда не видно. Ну, в общем, верьте мне. Куплю сейчас себе попсиколы. Чего-то попсикола именно хочется. И двинемся. Не удалось в прошлый раз пройти. Севернее. То есть, получается, как справа от железной дороги. Я попытался дальше двинуться до Сушкинской. Сейчас попробуем южнее. А тут какой-то одинокий стоит. Два одиноких вагончика. В прошлой части я вот в том KFC ел. Я думаю, сейчас тоже. Перед длинным маршрутом надо запитаться. А то блогерство очень уж утомительное занятие. Требует много энергии. У меня все стандартно. Ну, что-нибудь стандартное. Вот шеф-бургер я вчера брал. Почнее, ну, не вчера, по-моему, что-то полувчера. Вот так пирожок. Всем приятный птиц. Вот, заправился, поел. Пока иду не по той стороне, по которой говорил, что пойду. Как в прошлый раз. Пока иду справа от железной дороги. За деревом сейчас покажу. Вот напорная башня. Не знаю, функционирующая или нет. Но явно довольно старая. А рядом гораздо более свежий дом. Я здесь шел в прошлой части. Обратил внимание на это. Интересное такое сочетание. Вот так вот получше будет видно. У меня эта траектория здесь так, проходная. Я иду. Поэтому не изучал про эту башню. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Кто впервые смотрит меня, поясняю, в чем суть основного моего контента. Я хожу пешком от одной какой-то точки. Ну, например, от Москвы до другой, до Можайска. Конечно, не за раз. Частями прохожу что-то. Сажусь в электричку, скорее всего. И возвращаюсь. Потом с этой же точки продолжаю. И так постепенно. Двигаюсь. Я называю это серией в область пешком. Ну, в этом году это в плейлисте в область пешком 2022. А сейчас я вам покажу интересную штуку там за забором рядом с железной дорогой. Рановато я анонсировал интересную штуку. Еще не дошли до нее. Улица, по которой мы идем, называется Заводской проспект. Вот сюда. Это очень странно, что это проспект. Ну, так. И она дальше еще там продолжится. Будет разрыв у нее, когда пройдем веточку, однопутку в сторону Звенигорода. И там она тоже будет проспект. Хотя она вообще там, улица-то уже как-то под вопросом. Но вот пока с вами разговаривали, дошли до интересного, природного, наверное. Может, так случайно вышло, арт-объекта. Может, он даже... Никто и не знает, что он арт-объект. Ну, и я его в прошлый раз приметил. Решил, что вполне на арт он тянет. Видите? Там такая вот штуковина. Как будто песик туда смотрит. Из фильма Ридик. По-моему, уже... Правильно я называю? Ридик это... Третья часть. Первая черная дыра. Вторая... Хроники Ридика. А третья Ридик просто. Это где он песика себе завел там на одной планете. Большого, правда, немного и странного. Но похоже. Вообще, кто-то в курсе, о чем я говорю? Ну да, не все смотрели все фильмы Голливуда. Почти дошли до ветки, которая уходит на Звениград. Я даже не знал, что она однопутная. Там еще, по-моему, штуки 3 или 4 станций в сторону Звениграда. Сейчас вот в ту калитку. И вот, видите? Это она. Это веточка. Информатор о поездах на путях в этих краях о как, стихами заговорил. Он мужским голосом говорит. И это бывает женским. И голос обычно в пределах какой-то вот станции, там, подчиненности станций. Он обычно один и тот же. Одно путко. На путке всегда опаснее. Поезд может поехать с обоих сторон. Тем более, что он ни разу здесь она не заброшенная. Поэтому максимум осторожности, кто пересекает или уж тем более кого угораздит ходить где-то рядом подобных железных этих путей железнодорожных. В этой связи обычное в каждом видео моем напоминание, что путешествия, которые я хожу связаны с опасностью и повторять их просто так крайне нежелательно. Ну или если вы на это решитесь, то надо хорошо продумать, что вы как будете делать. И особенно на железной дороге надо быть осторожным. По путям не ходить. Рядом с путями предельно осторожно. И помнить, что даже по двухпутной дороге поезда могут доходить по одному из пути в обе стороны. Реверсивное движение не является чем-то особенным. Например, в Москве на станции на платформе Белорусская в СИС-реконструкции там реверсивное движение сейчас электричек. Это такая вот стандартная моя отмаза, что ответственность за последствия лежит на вас. А это мы все сейчас между кусками вот этого проспекта идем за заводского. Вот такая вот интересная загогулина. Сегодня вроде не должно быть сильно жарче, чем в предыдущие дни. Мне даже показалось, что ветерок, но здесь как-то жарче. Или я разогрелся, поел, раскочегарился. Ну вот у нас слева уже пути смоленского направления. Там какие-то электрички запаркованные. А нам до переезда в прошлой серии там я уже был. И перейдем на ту сторону. Сейчас немножко поругаю Яндекс.Карты, по которым обычно хожу. Там была тропинка с этой стороны обозначена. Я ее там не нашел. Нехорошо. Что же все стихами-то говорю? Обычно на меня такое находит, когда я устаю здорово. Так. О чем бишь я? А, ну и вот. Я нашел тропинку на другой стороне. На карте Локус Мап. Локус Мэп. Локус Мэп. Это, в общем-то, новая какая-то. Для меня новая. Оболочка, правильнее сказать. Карты туда подгружаются. Туда можно и Яндекс.Карты подгрузить. Я вот перебрал там какие-то в предлагаемые и какую-то выбрал карту, как это правильно сказать-то, ну, социально формируемую, где там что-то наносится людьми, в том числе. Если я все правильно там понял с этой карты. В общем, она мне понравилась. В Локус Мэпе этом есть тропинка слева от железной дороги. То есть, южнее. Мы сейчас идем справа от железной дороги. Ну, вот он там, переезд. Забавно, что на этом Локусе он не обозначен как переезд. Так что я не собираюсь идеализировать. Просто я попробую сейчас опереться на вот эту другую карту. Но, в основном, ухожу по Яндексу. И сегодня с этой, с этого путешествия у меня прибавление в оборудование. Обзавелся, так и я фитнес-браслетом. Третий Mi Band, не самый новенький. Но все необходимое для меня в нем есть. И главное, счетчик шагов расстояния. К своему удивлению, я обнаружил, что на момент приезда в Голицыно я уже прошел два с половиной километра. потому что обычно я расстояние смотрел уже потом. Ну, просто смотрел как линейка на Яндекс-картах. Сейчас будет интересно сравнить мои расчеты и показания этого браслетика сайамишного. Он примерно до этой точки тогда дошел и пошел правее. Ну, и там скоро уперся в прошлой части. Ссылка на нее, как и на другие части путешествия в Можайск в описании, конечно же, есть. Ну, а сейчас вот мы перейдем, пойдем по той стороне. И не забываем ставить лайки, подписываться, кто не подписался. И вперед. Точнее, не вперед, а туда, налево. Вперед. Домов уже почти тут нет. Наверное, это живые. Ну, да, вроде живые. Ну, пока тут вот так вот. Пока так. Какой-то человек вышел оттуда. Смотрите, здесь вот наверху тропинка на ту сторону. Какая-то свалка местная небольшая. И пока есть тропка. Опыт показывает, чтобы минимально избегать от ситуации полных непоняток надо держаться железной дороги в любой нестандартной ситуации. Конечно, не панацея, но статистически пока это правильно, как я заметил. Ну, насколько я вижу, пока тропинка есть. Все упоминания брендов к моему сожалению это не реклама. Да, а так упомянул, походил, похвалил и какой-нибудь ништяк. Например, другой браслет, скажем, как там обычно дают блогерам на тестирование. Но я правда не той тематики. Хотя у меня есть канал посвященный распаковкам. Там совсем чуть-чуть видео, по-моему, штуки две что ли или три. Ну, не пошло, дело тоже. Моя основная тематика это вот это вот, где мы сейчас. Вот это мне нравится. Правда, мне всегда нравится высокая трава. Точнее, она мне совсем не нравится. Но место, мне нравится. вот это мне близко, это мне комфортно. А как вам? Пишите в комментариях, не отмалчиваетесь. А у нас навстречу электричка. Где она? А, вот она. Вот она. Вот она. Как в одном фильме говорилось тепло поприветствуем и там в голодных играх имя трибута. поприветствовали. Точнее, машинист, по-моему, меня просто так он просигналил, потому что там переезд впереди. По-моему, меня не приветствовал. Приветствует, по-моему, двумя гудками. Ну, я так замечал, по крайней мере. Вот где-то до этого места я по той стороне, которая правее от меня от железной дороги дошел тогда. Ну, пока тропинка есть. Ну, тогда уже дело было к вечеру, машины к лучшему, что я не пошел до следующей платформы. А следующая платформа Сушкинская. Остановочный пункт. Открыта в 1899 году. А после нее будет Петелина. С Петелина у меня там есть одна идея. Не уверен, что я буду ее сегодня реализовывать. Может быть, я для этого отдельно приеду. От Петелина, в теории, можно пройти к парку Патриот. Потому что к парку Патриот ехать в своем ходе, ну, точнее, на общественном транспорте. Пешеход на общественном транспорте очень неудобно. Мы ездили в Парк Патриот на 9 мая. Видео на канале не помню, на этом есть или нет. Ну, на Яндексе точно есть. У меня есть ведь еще и Яндекс, Дзен. Ну, преимущественно, все-таки, основной у меня YouTube. Ну, на Яндексе я тоже выкладываю. Одно время даже я больше туда выкладывал, но возобновил как основной YouTube. Не будем в это вдаваться в подробности. В общем, это больше с Яндексом связано. Я не очень понял, собираются они развивать площадку или нет. Ну, это так. К слову, естественно, ссылки в описании есть на мои ресурсы, на Рутуб, в том числе и на Телеграм-канал и на страницу ВКонтакте. Ну, вот на Яндексе там есть ведюхи с 9 мая, с Салюта. Ну, и вот на карте есть некая дорожка, можно потом будет попробовать. Не уверен, что я сегодня этим буду заниматься. А сегодня у меня еще в планах возможно, если все так сложится, более-менее заехать к родственникам на дачу в Шаликово, но от Шаликова там еще пройти надо хорошенько так. Километриков около 5, может быть, чуть побольше. Ну, для моего формата это вообще не расстояние. Ладно, конечно, чтобы это не на полусогнутых проходилось уже. Ну, там в крайнем случае можно запросить выезд со станции. Как это говорит, это у сталкеров выброску. Так что, есть вероятность, что сегодня я буду не в Москву возвращаться, а заночую там. Ну, это вот я в целом описал планы. А так идем сколько сил хватит. Да, как-то жарче показалось, чем было утром. Что, логично, наверное, да? Ну, не 30, конечно, сейчас градусов, я думаю. Я назад смотрю. Релакс. А южит, это пытается меня слепень вокруг летает укусить. Долго иду. Тробка все та же. Это что такого заросля непонятно. Что-то у меня тропинка как-то. Что-то с ней тут метаморфозы какие-то, по-моему. Интересно, у меня камера сейчас сможет сфокусироваться. Видите, эта штука такая летает тут периодически. Сейчас. А, вот она. Я пытался ее в полете. прошел чуть, наверное, меньше половины. Соку тут бабочек-то. И пока тропинка есть. Как я уже говорил, канал о природе я не развиваю, и поэтому все природное пойдет сюда. не могу что-то на ней сфокусироваться. Точнее, автофокус даже тут. Я думаю, вы разглядели. У меня Panasonic 770 с поворотным экраном. И вот этот экранчик, конечно, на солнце он не тянет. Я там плохо что-то вижу. Потом можно разобрать. Вам точно будет видно. В том числе мои косяки. если что-то не сфокусировал. Слышите, машины? Это, мне кажется, Можайское шоссе справа. А Минское слева. Но далеко. или как-то лес блокирует звуки со стороны Минского шоссе. Минское далеко очень. Можайское тоже не очень близко. Но, видимо, ближе, раз я его слышу. Мне кажется, сейчас понижение местности какое-то будет. И трава ушла практически по грудь. То есть не очень хорошо. Я обрабатываю от клещей мощным гардексом. но только где-то до колен брюки. Да, тут река Бутыня. Судя по карте, это река. Сейчас я буду форсировать ни много, ни мало. Ну, там тощечка постелена. И я прошел немножко в сторонке. Да, это речка. О, что-то появилось. Сейчас попробую красиво так снять на зуме. Кстати, напишите в комментариях, нравится вам такие вот зумированные ведюфи. Такие вставочки. небольшой мини-привал. зуми-привалю. МЗ трогать не буду, в водичке попью. Может, попкусну немножечко этого батончика слепеньком какой-то приставочий. не ограничить с водой. Не ограничить машини-привалю. И не не ни 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 камер плане держать ее на вытянутой руке на нем угол недостаточно широкий но вечно она так ощутимо зато поворотный экран есть короче камера хорошая хотя и не очень современный привал окончен ну как я уже неоднократно рассказывал нз трогать нельзя камера выключилась перегрева наверно первый раз такой с ней ну и вот я говорил как раз что затрогать нельзя жару надо запас воды на себе нести а я не походник я не добываю воду там нет горелки я нет палатки не останавливаюсь в лесу поэтому я как раз и тренируюсь чтобы более серьезный такой маршрут на север от дмитрова уже так на тренироваться чтобы и воду с собой тащить больше чем сейчас там какой-то орнитологический шум на не видно ничего гляньте назад вперед напоминаю впереди у нас платформа сушкинская остановочный пункт интересно будет узнать там будет где воды то взять можно к сейчас по карте посмотреть но вообще да я посмотрю очень актуально надо бы резерв восстановить я вот так сейчас думаем может если где-нибудь там или в кубинке будет магазинчик с каким-нибудь типа для охотников может быть дополнительной емкость подкуплю что снаружи заказа крепить такая у меня какая-то мысля возникла потому что как-то я быстро употребил этот резерв то смотрел там никаких магазинов я особо не увидел наш на сушкинской но это ни о чем не говорит на пионерской на платформе а также о карте не видел а там магазин есть неплохой с хорошим ассортиментом я как раз там когда закруглял часть который на пионерской заканчивается там перекусил ну вот этой тропинки тоже нет но это все про эндес карты говорю там магазина нет и тропинок вот этой нет хуже что там была тропинка который не было на локасе тоже не все гладко там по которой я иду обозначена как-то ну как некая самый минимальный категории тропках мне кажется она еще ни разу не минимальной категории здесь теоретически даже машина может проехать ну может я загнула может и да может и может так она будет ехать кашла всю колею и может не везде пройдет а мне тут птички по моему опять видите вы их нет полетели куда-то какие-то промышленные звуки периодически раздается птичка очередная неуловимая напоминаю если кто-то еще лайк не поставил или смотрит без подписки подпишитесь и поставьте лайк вам не сложно а мне приятно такая шаблонная фраза сейчас давно точнее уже вполне себе отображающая суть отражающиеся припекает к так язык завлетается надо что-нибудь уже не водички неплохо чтоб там был какой-нибудь магазинчик на этой сушкинской я сейчас все-таки пепсико взял ну пупсикола смысле самый раз бы сейчас был привет просто резерв все осталось только инзе справа и слева слышны звуки дачные музычка там еще чет справа какие-то березки с номером березки 3 что ли слева архитектор название которое на карте прочитал снт в общем-то сегодня суббота 2 июля логично люди на дачах не все ходят с камерами вдоль железной дороги и общаются сами с собой но они все же знают что я общаюсь не сами с не сам с собой с моими зрителями но надеюсь и подписчиками тоже намека думаю понят управление движения у меня ровно теперь на солнце никакой тени ощущение все больше кучку дуковые насчет воды и лоток амз трогать нельзя это я прекрасно знаю видел хуже рассказывал однажды так влип без воды заплутал жару прошлом году на рассказывал неоднократно постоянные зрители в курсе суть я думаю гиста исключение что вижу впереди платформ надеюсь это у меня не глюки же да сейчас как ты не уверен скоро можно будет проверить то что я вообще в экран свой почти ничего не вижу что там есть по-моему на несет на платформу остановочный пункт сушкинская две боковые платформы два пути надеюсь есть там что-нибудь магазинчик варю чекам было бы неплохо и хотя бы тенек какой-нибудь найти что прикинуть что там дальше то с тропинками так ну тенек рядом со станции нашел все осталось это нз но так совсем уже тепло и половинку продвинул батончика еще съел там как-то написано с финиками что ли они разные у меня чем у них там хранение 25 градусов предельно то есть они тянутся я посмотрел что 21 градус уже размикают на таком на жаре но я нашел на карте прудмак так что я свернул заселенный пункт надеюсь он рабочий прудмака восстанавливать резервы воды может еще чуть-чуть населенный пункт называется станция сушкинска как-то так логично а улица ну догадайтесь как улица называется платформа скорее всего там смещенные платформы поэтому она длинная а улица называется железнодорожная как обычно и там вроде магазин он и на яндекс картах и на локусе тоже есть обозначен надеюсь что он работает подкупил всего кока-колы полуветровку две воды полуветровый и марс и меня чуть-чуть недопитый нзм и тот теперь уже не нз и рюкзак теперь тяжелее расчетного на кило теперь он около шести кило час ну вот сейчас можно так вернуться к платформе а хотя толку то мне нет надо тропинку найти надеюсь она есть марс правда немного устарший ну ничего всем приятного аппетита я кстати не прав был платформа не смещены параллельный вполне себе это я в поисках тинька на той стороне стоял пока марс съел и допил там воду на резерв на теперь у меня резерв нз пол-литра а к этому вот удаляемся от платформы идем дальше в сторону платформы петели на тропинка пока есть но вот нз пол-литра просто резерв такой ходовой пить в дорогу пол-литра кока-колу пол-литра то есть все теперь больше немножечко забавно что яндекс теперь говорит что эта тропинка есть локус наоборот они ничего не знают яндекс утверждает что она скоро закончится да ну сейчас проверим опытным путем ну вот я от станции столько отошел тропинка пока есть ну а платформы от остановочного пункта релакс платформа следующая петели на населенном пункте станция петели на так он называется бесхитростно и это уже не остановочный пункт это станция 6 путей и одна островная платформа пассажирская что-то там покрупнее тропинка по карте яндекса скоро должна закончиться сейчас мы узнаем что там дальше слева деревня петели на справа на той стороне железной дороги честцы не написано что деревня но будем считать что поселок для определенности для определенности так тропинка туда видите дома деревня наверх можно подняться давайте попробуем еще пройти ну пока на тропинку в теории похоже как же не хотелось бы уходить с траектории с этой у меня есть там резервный план через эту деревню петели на выйти на минское шоссе практически к парку патриот описав огромный крюк и потом по той самой дороге которую надо было как раз проверить вот петели на парку патриот вернуться к железной дороге но это вообще был бы полный аут интересно сейчас по тропинке вообще иду или так через бурелом ломлюсь буду считать что по тропинке интересно надолго ли мне ну точнее не меня неправильно так то что иду и иду как это правильно сказать то будет ли она такой и дальше пока идти можно все здесь нет ни по локусу ни по яндексу тропинке полный оффроуд к этому поводу ставим лайки кто не поставили теперь и это кончилось туда вот еще какая-то не обозначенная уходит на ту сторону можно выйти сейчас займусь анализом посмотрю на той стороне и шелли все-таки дальше уже на электричке и шелли все-таки дальше уже на электричке и и было очень тепло намотался что-то уже проезжаем станцию Кубинка ну в смысле останавливались на вот этот мост это веточка была на большое окружное кольцо московское БМУ которое я не для себя открыл не нужно вообще его создавания в процессе движения к икше снял там и и платформу которая конечно такая довольно смешная совсем маленькая ну и веточку чуть-чуть и рядом с Дмитровым сейчас по памяти не скажу по-моему как-то но не буду выдумывать платформу рядом с Дмитровым тоже БМУ не путать с ГМО у меня на канале все экологично канал про путешествия пешеходные по экологичным буеракам какое тут путевое развитие обширное многообразное но вот и Шальково и чего-то проехало в сторону Можайская я тут немножко задержался пока так проанализировать как идти пешеходные платформа Шальково остановочный пункт в одноименном населенном пункте год постройки 1874 две платформы смещенные два пути платформа боковой как вы видите талонно-выдавательные механизмы на солнечных батареях и здесь нету терминалов и по-моему даже и кассы нет оптимым путем было установлено что граница действия тройки в этом направлении карта тройка до кубинки потому что в общем я этого не знал пришлось билетик купить у этих самых у контролеров вот вот и товарная едет грохочет в Москву вроде кассы есть не знаю работает она нет ну главное что талонные эти аппараты есть это в принципе достаточно для того чтобы подтвердить точку посадки и вроде как тройка у меня не должна заблокироваться потому что в этом году действует некая программа лояльности что ли как мне объяснили контролеры потому что еще не все знают об этом деле не все знают что можно так вот приложить и и и уехать туда где она не работает в общем я думаю вы меня поняли проверим в любом случае разблокировка это уже там по факту будет наискось еще наискось то пошел через траву сразу скажу что тут не первый раз ни второй даже не десятый в принципе куда что идти я знаю сейчас я иду например вдоль Можайского шоссе в область естественно по области в сторону Можайска здесь удобно довольно но чуть-чуть здесь совсем пройду потом уйду в сторону Минского шоссе перейду его и там дальше по траектории мне хорошо знакомый ну потому что здесь дача у родственников в общем я тут был и на канале даже есть давно они были сделаны видео о путешествиях как раз когда я тут когда я тут был то в общем года два что ли назад до пандемии по моему еще не будут ссылки публиковать ну штуки три там было видео в том числе обзор или четыре обзора на Можайск тогда мне еще не устоялся формат видео я там только экспериментировал с такими пешими походами ну сейчас уже полегче солнышко к закату но колу я уже потребил у меня опять ходовая вода и тоже уже открытая и НЗ буду ли выделять это в отдельный видос не знаю подумаю может и выделю действительно может даже что-нибудь для канала про природу поснимаю или своего туда налево к Минскому шоссе 100 метров ну это они что-то оптимистично там по-моему побольше ну даже пешеходник тут есть сейчас буду переходить прикольный пешеходник кстати с этой стороны в никуда ну вернусь ну вернусь наверное его раньше тут и не было что-то я не помню чтобы здесь такой косяк был потому что не обращал внимания просто а он не в никуда он к остановке да ну ладно здесь по обучине это какой-то такой перешейк вероятно безымянный соединяющий Можайское и Минское шоссе впереди Минское шоссе оно такое большое и Минское а Можайское городе меньше здесь наверное уже бесплатная часть Минского шоссе ну я так думаю вот так вот я подхожу вроде никаких тут модернизаций оно не претерпело но дальше там левее в сторону Кубинки модернизировалось и сейчас увидим здесь мне переходить на ту сторону не пешеходного здесь нет там аэроклуб по-моему справа мемориал и самолетик як какой-то як-3 может быть не скажу по памяти достопримечательность местная ну значит я пойду туда сейчас может быть там где-то переход есть пешеходный Можайск 16 км Гагарин 84 Минск 625 идти так конечно по обочине уныло совсем спиной к потоку ща посмотрю может внизу есть тропинка да вроде есть так это я на бутылку наступил хорошая проверка для моих красочей вообще тропинка ли это? ну под мои стандарты подойдет наверное не я вернулся что-то там не очень тропинисто как-то и бутылка это тоже я думаю там еще будут посмотрел вроде ничего не торчит из подошвы сработала защита как я уже говорил к сожалению это не реклама но красачи оправдали ну по крайней мере пока оправдывают себя как это сказать уже мысли немножко путаются в общем хорошие кроссовки у меня вот венчеры были до этого спортмастер купил у них после 100 км в подошве там рассыпался ну я и так упоминал уже в видео короче не суть вот КЗС уже подошел Газпром я вижу что переход есть замечательно потому что такое шоссе можно перейти только по пешеходнику со светофором ну то есть можно и без светофора да бывают какие случаи но не этот не здесь здесь так не надо делать прохладник как-то прямо где солнце уже не светит что-то там тянет прям даже сбоку там какая-то влажность а здесь дальнобойная стоянка по жизни с обоих сторон АЗС по-моему только с правой вот стремное место сейчас пока не буду снимать узко стремно сейчас для меня становится целое Минское шоссе останавливается вроде ну тут вот так не так конечно трешово как под Яхромой было и тут меньше гораздо идти но напоминает чем-то а тут вообще вот так хорошо ж хоть обочина широкая ну вот у меня сюда налево в леса ну тут вообще это на релакс сейчас от шоссе отойдем будет единение с природой правда тут дикое зверье встречается иногда ну постараемся с ним как-то поразминуться я вот и знаю куда иду я тут был ему раз а вот если бы я бы ушел я бы не знал ну как бы если кто-то такой же путешественник то впереди бы Epic Fail однозначно потому что там сквозного никакого прохода нет ну я думаю никто бы сюда бы в таком пешем режиме не знаю бы и не сунулся хотя еще ориентироваться на эти тропинки которых нет у Яндекса ну ладно хватит его топтать все-таки пользуясь картами тем не менее так вот у человека будет там тропинка а там нет ничего не столько прохладно сколько сейчас кусать было здесь болотисто довольно а я обработался только от клещей самый низ меня ну и руху я не обработан ничем постоянно пытается кто-то в левую руку кусить хорошо ж хоть вправую не кусают вон смотрите какой он но он не отстает с рано вот смотрите они вокруг меня как вьются сейчас я в солнечное место пойду наверно будет поменьше прямо хотят в кадр тоже попасть надеюсь у родственников на даче есть обработчик от комаров ух ты-то таз какой-то просто тут вообще а вот какой-то сейчас там через поле пойдет дорога будет там полегче просто камеру лучше не выключать тут и птицы постоянно какие-то попадаются крупные достаточно ну и в теории можно даже и зверьё встретиться то что смотрите какой лес и он такой настоящий туда в том направлении на много километров лес и там кстати болот можно прощипать трясина гринпинска трясина однако все таки я не понимаю логику комаров то есть они мне дают камеру держать левую руку все равно отсопают и она будет продолжать снимать опа видите там что-то пролетело промотайте потом если скучно будет вот утки там крякают здесь тоже какой-то заболоченец перед лесом перед полем да кажется солнце зашло уже так немножко прохладно но гораздо легче да конечно сегодня этот прямик вдоль железки был что-то мне тяжеловат немного а вот уже и поле русское поле русское поле да явно это не моя стезя вот всякие эти песни петь справа населенный пункт Пушкино и там Успенская церковь в процессе восстановления это какая-то по-моему это не речка названия у нее нет здесь она запружена а дальше там она помельче какой-то технический водоем но некоторые речки меньше его что-то кусать мне сильно меньше не стали а может и стали меньше не знаю буду продолжать снимать что-нибудь может появится интересно что-то ничего интересного не появляется я думаю давайте на сегодня закругляться с этой частью там на даче я снимать до канала уже не буду ну может быть там какие-то такие отдельные фрагменты про природу может быть что-то еще может быть для канала про природу спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался по поводу с какой точки продолжать пока я не решил надо здорово подумать как там грамотно все это сделать но продолжать конечно надо так спасибо до встречи пока всем привет это канал КВ Ровер меня зовут Влад и мы вновь в дороге в прошлой серии я добрался до шаликовой платформы и остановился родственников на даче которая пяти там с копейками километров километров справа болото и вчера вечером меня здесь атаковали комары бабочка красивая там видите вдали ходят болото но на самом деле здесь по вечерам по ночам дзюрига вроде ходят видели люди в дальние дали ну леса из лесов мы уходим скорее луга по обоим сторонам тут заправки дальнобойные стоянки и вот светофор мне на противоположную сторону сейчас переходить леду в пятерочку и пополню резервы воды купил пол-литровую бутылочку газировки так просто пить не основной такой резерв давай вода как это правильно сказать Можайское уже шоссе иду в направлении Москвы на том пешеходном переходе перехожу по такому состоянию шоссе вечером в воскресенье в направлении Москвы мы идем можно судить о том что люди предпочитают Минское шоссе все таки все таки для возврата сдачи вот уже Шаликова почти до платформы дошел сейчас посмотрим работает ли касса но если нет то воспользуемся талоновыдавательными автоматами на солнечных батареях терминалов здесь нет на Шаликова касса работает так что то что я говорил была некая неопределенность предыдущей части а точнее это видео скорее всего появилось как дополнение к этой части что нет ясности есть ясность касса работает может быть у нее какое-то расписание есть но даже если бы не работало можно было бы вот этим автоматом воспользоваться он выдает талон и потом контролируем можно показать и он будет понятно где вы сели на поезд когда я записывал сериал Москва Дмитров я таким пользовался на одной станции сейчас уже не помню на какой скоро моя электричка и вот станция Шаликова опять ну собственно если это было уже в этой серии получается такое повторение остановочный пункт не станция две платформы смещенные ну вы видите два пути построено в 1874 довольно старенький остановочный пункт по традиции здесь и будем завершать это видео теперь уже окончательно пост криптум уже все спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь до встречи пока субтитры